Добрый вечер. В Москве вчера открылась, работает после упора и все выходные будет с нами выставка под названием «Вездеход». Она открыта в Крокусе. А почему билетик-то? Вы не поверите. В Крокусе, в этом лучшем выставочном центре нашей страны, вход бесплатный. Все, пожалуйста, в том числе дети, ну дети до 12 лет в сопровождении взрослых. Меня это очень приятно порадовало, потому что Крокус это довольно серьезная площадка с очень хорошей такой экспонируемой возможностью предъявить товар лицом. И бесплатность входа говорит о том, что в данном случае коммерческая составляющая уже не за наш с вами счет. Чрезвычайно приятно. На подобных выставках мне всегда очень интересно посмотреть, как именно выглядит облик нашего государства в данной теме. Дорог у нас не будет никогда. У нас полстраны помирает на удалении недосягаемого до цивилизации. Росавтодор считает, что в ближайшие 261 год он вполне вправе предложить нам программу асфальтирования определенных участков местности, чтобы люди как-то появились на горизонте. Из лица вышли всей той половиной страны, которая по сей пору вне дорог. И в этой связи довольно любопытно параллель. Советский Союз отличался враньем, но он никогда не отличался цинизмом. Цинизма в Советском Союзе все-таки было по минимуму. На сегодняшний день выставка «Бездеход» констатирует, что нынешняя государственная политика чрезвычайно цинична и сводится она к тому, что не ее это проблема. Это там у них у кого-то нету где-то каких-то дорог и плевать тысячу раз на всех абсолютно. Не можете выбраться, значит не надо сидеть на кочке. Вот для вас Москву сделали большую, хотите в нерезиновые наконец-то, приезжайте. Все остальные обойдетесь, не волнует никого, как именно вы будете там выживать. Поэтому практически весь интерес, который был предъявлен там выставочными экспонатами, он частный. Государство отметилось только двумя позициями, такими минимальными. Во-первых, там был ощипанный газ. И это совершенно, конечно, не имеет никакого отношения к тому былому Горьковскому автозаводу, который имел свою очень серьезную внедорожную программу. Ведь вообще-то самые грандиозные внедорожники нашей страны работы Грачева. А Грачев начинал на газе. И вот тот самый Г-67, Г-69 уже цивильный, это работа Грачева. На Зиле, когда он пришел туда заниматься спецтехникой, он сделал, например, знаменитую синюю птицу, которая по сей пор у нас рыщет космонавтов по степи. И умеет, кстати, если что, плавать. И вот каждый советский завод в обязательном порядке имел необходимость созидания полного привода. Потому что тогда было понятно, что заасфальтировать страну не получится. Поэтому все. И АЗЛК работал над полным приводом, и Автоваз работал над полным приводом, и ГАЗ работал над полным приводом, и ЗАЗ работал над полным приводом. У нас были полноприводные в обязательном порядке абсолютно все. У нас автобусы были полноприводные, грузовики полноприводные, естественно, легковушки. Потому что партия правительства поручила эту тему разрабатывать. И Горьковский автозавод очень талантливо к ней подступился. У него было масса невероятно интересных разработок. И всякие машины 3106, например, которые не закончились ничем. Это была бурная поросль атаманов, каждый из которых остался просто приятным концептом. А в принципе адресован был нам с вами. Вот как раз тем людям, у которых ситуация по жизни среднего бездорожья, иногда переходящего в тяжкое бездорожье. Очень хорошую, интересную технику придумывали на Горьковском автозаводе. На сегодняшний день осталось стадо недобитых газелей в разной степени унылости. Конечно, они тоже что-то способны. Конечно, они также, как и в традициях нашего автопрома, не имеют серьезного ресурса и обрекают вас на выживание на кочке. Но это не созидательный путь. Это просто послесловие к тому, каким могло бы оно быть. А вот интерес нашего государства, он теперь выглядит совершенно максимально коммерциализированным. И от лица этого интереса было очень интересное присутствие наконец-то у Немога. Если помните, пару лет тому назад у нас страна вся горела. Не так образно, как сейчас это происходит на Украине. Достаточно конкретно. У нас были массовые лесные пожары. И выяснилось, что у нас, конечно же, все есть. Естественно, на любой случай, на любой чих у нас есть обязательная инструкция, начальник и ответственный. У нас даже есть пожарная техника. Вот только к очагу возгорания, например, подобраться не на чем. Особенно, когда в лесу происходит вот что называется мгновенное возгорание, условно говоря, из-за молнии. Есть маленький очаг, его еще можно локализовать, но туда проехать не на чем. Нету техники. И пару лет тому назад как раз возникла вот эта идея, что все-таки немцы делают УНИМОГ. Раз мы прибили свой ГА-66, а на смену ему ничего не придумали, потому что Садко это все-таки не ГА-66, то, может быть, пора уже делать пожарные машины из УНИМОГов. Но не было, ну, ни одного ответа на вопрос. Доколе, где и когда, и откуда. А вот на сегодняшний день есть, потому что у нас в Набережных Челнах существует специальный завод. Этот завод занимается сборкой, отверточной сборкой мерседесских грузовиков. Он называется Mercedes-Benz Trucks Vostok. Он на 50% учрежден КамАЗов на 50% Даймлером. И теперь уже с 2012 года они вот именно, когда страна полыхнула, начали привозить к нам машинокомплекты УНИМОГов и делать их под конкретные заказы. Они разворачиваются не торопясь, потому что клиент на подобный заказ, это, конечно, госструктура. И, в принципе, это может быть ответом на нашу трагическую беду. Пожар есть, дорог нет, и что в этой ситуации делать, неизвестно. У НИМОГи эта техника очень интересная. На смену ГА-66 они приходят совершенно адекватно. По крайней мере, 5000-я серия с грузоподъемностью до 8 тонн. Это нормальный правоприемник нашего газона. И та же самая у него пневмоподкачка всех четырех. И все три блокировки, естественно, портальные мосты, которых у 66-го, мягко говоря, не было. Машина чрезвычайно интересная. Стоит она как самолет. У нее стартовая цена от 185 тысяч евро. Это по плечу только нашему государству. Но, по крайней мере, лесопатрульный комплекс уже с оборудованием из Великих Луг есть. Первая партия готовится. Кабина на 6 человек сдвоенная. И вот эта техника потихонечку начнет у нас расползаться медленно по стороне. То есть вот так государство наше сыграло. Оно не в состоянии создать. Оно не в состоянии привлечь сюда конструкторов, инженеров. И не может абсолютно ниоткуда взять решение чисто техническое. Как сделать шланг, как сделать помпу, как сделать вообще все. Ну, не может. Ну, вот наша промышленность не на том уровне. Значит, мы покупаем. Мы покупаем, в первую очередь, шасси у Немоговская, вот серии У4000. Но это правильное решение. Мы не можем, значит, мы покупаем. Потому что гореть-то мы будем всегда. Но дальше все. То есть вот эти два очага локального присутствия государства, они закончились тем, что ощипанный газ стоял в одном углу, и у Немоги царствовали в другом. Все остальное это была частная инициатива. Но зато вот именно эта частная инициатива и предъявила очередную поросль наших неувидающих талантливых инженеров. В нашей стране они есть. Если вы помните, в прошлом году с этой выставки я привел к нам на эфир удивительного инженера Говорова, который сделал очень хорошую гусеничную штуковину с изменяемым дорожным просветом. И вот этот самородок Говоров, он не один. Несмотря на все усилия нашей страны и изменения в системе образования и вообще в качестве жизни, мы не смогли перебить, разогнать, уничтожить, испоить всех талантливых людей. Они есть. И один, например, из этих талантливых людей предлагает технику, которую он по праву называет «бездорожники таврического». Таврический — это его такой творческий псевдоним, это инженер, с которым я договорился, что он тоже придет к нам на эфир. И суть его предложения в том, что абсолютно любой серийный автомобиль он предлагает промежуточную среднюю подкатную ось. Вот то, что те, кто служил в армии, помнят, как было реализовано на БРДМ-2. БРДМ-2, он четырехколесный, но у него в пузе еще четыре специальных таких трака, которые позволяют переваливаться через препятствия. И у бездорожников таврического они не имеют хода по подвеске, то есть они жестко закреплены, но при этом они имеют привод, например, цепной, позволяющий от стандартного моста, от заднего, от ведущей оси, получить крутящий момент на эту промежуточную ось. И техника имеет возможность взгромоздиться абсолютно на любой пенек или на какое-нибудь там бревно, и, имея колесную формулу 6х6, его преодолеть. А донором этого решения может быть абсолютно любой автомобиль, начиная прямо-таки от совершенно бытовой. Продолжим после новостей. На выставке «Вездеход» в Крокусе, где вход бесплатный, и завтра-послезавтра можно спокойно прийти туда, отметить в мужском антураже несуществующий гендерный праздник 23 февраля. В понедельник, кстати, могу вам напомнить, о чем этот праздник. Так вот, на этой самой выставке есть несколько русских самородков, которые не поленились засучить рукава и свою идею довести до какого-то товарного воплощения. В прошлом году на выставке «Вездеход» был американский полноприводный мотоцикл. Американский полноприводный, с колесной формулой 2х2. У него переднее колесо ведущее, заднее колесо ведущее. Штука интересная, довольно тяжелая, с определенным запасом прочности, и он, как всякая армейская вещь, такая сильно пригнутая к земле судьбой и возможностью уклоняться от обстрела и осколков, ползал неплохо, стоил при этом как настоящий. А вот, пожалуйста, уже прошел всего лишь год воплощения этой мечты, но в русском исполнении такой же мотоцикл, который называется «Тарусь», его делают в Калуге. У него идея эта, воплощение другое. Взяли раму легкую, взяли цепной привод спереди-сзади, поставили моторчик, причем с магнито, поэтому если булькнуть, то возможно, что оно еще как-то более-менее затарахтит по новой, поплывет к другому берегу. Весит эта штуковина 70 кг, и в принципе, поскольку легче, чем американец, позволяет, даже его как-то более-менее тащить на себе. Например, дружно вы скреблись к другому берегу, высадились на него, а там скалы. Запрыгнул на верхнюю с айгаком, подтянул друга за переднюю токелажную скобу и дальше уже поехал. И одна из инженерных особенностей изделия вот этого мото-вездехода «Тарусь» в том, что до момента применения, то есть до высадки на почву и грунты и, соответственно, за пределом КАД, где цивилизации уже нет никакой, его можно везти в двух обычных сумках. Нельзя сказать, что эти сумки чрезвычайно легкие, потому что хошь-не-хошь, а 70 кг по двум сумкам — это такая серьезная нагрузка на позвоночник. Но это действительно две сумки, в которых лежит рама двигатель, отстегнутые колеса с передней вилкой, и на точке применения, на точке высадки это все вместе собирается. Говорить о том, что эта штуковина чрезвычайно прочная, ну, не приходится, поскольку понятно было, что вот это компромиссное решение нужно было облегчать конструкцию. Но идея очень любопытная. И самое главное, она не на кульмане, она не на уровне заявки, а мужики засучили рукава, взяли и притворили в жизнь. Вот она, пожалуйста, вот она уже существует. На ней можно покататься, она ездит. Есть, ну, естественно, рекламный ролик, который смотрит, как это весело сделали другие, но товарный образец можно уже потрогать. Причем, ну, у него цена 80 тысяч, нельзя сказать, что это какая-то неправедная цена. Молодцы люди, они реализовали идею до серьезного хорошего воплощения. Питерцы появились. Это те самые знаменитые ребята, которые таскают к нам потихонечку пинцгаверы. Машина с красивым, поэтичным названием. Штайр-Пух-Пинцгавер. Звучит приблизительно как 2,3-диметилбутан. Те, кто не в курсе, как это на самом деле произносится, не произнесут никогда. Штайр-Пухи, они бывают разные, трехосные, двухосные. Как правило, они все немножко изможденные службой в армии, хотя, конечно, далеко они не ездили. В Европе, в принципе, ездить далеко не получается. Но и были спартански задуманные, и хранились не особо. Питерцы их готовы довести до блеска. Ценник такой, что валидол необходимо брать сразу. Ну, и на всякий случай реаниматолога. Но это уже цивилизованное изделие. Кстати, очень аккуратненько, дооснащенное всякими венчами и прочими полезными вещами. В колесной формуле, которая позволяет тебе вообще хорошо ехать, и в колесной формуле, которая позволяет вообще замечательно двигаться там, где все остальное уже погибло. Потому что 6 на 6 это очень серьезно. У них там же есть унимог. Он тоже как-то более-менее модернизирован, замаскирован под самостоятельное изделие, и, по большому счету, является одним из способов легализации унимогов в нашей стране, с которыми тяжело, ну, как бы не ребята из КАМАЗа, так, может быть, вообще было бы никак. Так, комиссионные продажи унимогов, да еще с технической поддержкой, это очень неплохо. Но Штайрпух Пинсгавер, который обычно является загадкой, легендой, мало кто на нем ездил, видел и, в основном, только ограничивался просмотром ролика в интернете, теперь обретает материальную сущность. Вот он, пожалуйста, приходите, смотрите. Ну, кому надо, покупайте. И, конечно, довели они его до ума в пользу облегчения жизни за рулем этой машины очень серьезно. Машина получилась уже такая, что называется, товарная. Еще одни питерские ребята, то есть они ближе к болотам, они понимают, что такое бездорожье, потому что у нас-то жизнь заканчивается замкадом, а у них иногда даже в черте города. Они очень интересно поступили. Они взяли и добыли целый склад у шведов гусеничных, ну, по шведской, наверное, номенклатуре это разведывательно-диверсионная машина, а по нашему представлению о жизни это рыболовецко-охотничья гусеничная техника. Она известна под псевдонимом «Лось». Этот лось у себя на родине называется «Хаглунс». И он на простейших моторах, либо бензиновых, либо дизельных, которые едят абсолютно любой мусор, выдаваемый в нашей стране за топливо. Поэтому сам по себе агрегат армейский придуман для того, чтобы над ним измывались неумехи, ломали как могли, крушили обо что угодно, кормили невыносимо, и при этом ехали, 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 ехали. То есть, понимаете, техника идеологически совпадает с нашим менталитетом просто великолепно. Именно для нас и делали. Шведы, поскольку они последние, наверное, так, ну, лет 20 века они не воевали, в 21 веке они тоже были бы воевать. Шведы, если вы помните, они Вторую мировую пересидели, первую, кстати, тоже. И поэтому, когда они делают что-то для своей армии, это такое упражнение ума из Сирии. А почему бы благородному дону не посмотреть рауканских ковров? Но техника у них получается шикарная, потому что ведь она имеет колесную формулу 4х4. То есть, это маленький вездеход с маленьким прицепом, и все четыре гусеницы, то есть две у вездехода и две у прицепа, гребут. И эта штуковина, ко всему прочему, еще плавает. У нее очень мощное сочленение с отбором мощности, такая хитрая раздаточная, передаточная коробка, узел, который у нас, например, на языке инженеров называется воплощенным в технику двухзвенником. Первое звено, второе звено, они соединены мощным узлом, содержащим в себе, по-моему, 4 докторские и 12 кандидатских диссертаций. И эта штуковина тоже, конечно, с негуманным ценником в 2 миллиона, но вот целый склад тоже есть. И это может найти спрос. И государству это тоже неинтересно, потому что мы подобную технику не делаем. У нас это, опять-таки, частная инициатива. И частная инициатива предлагает людям для выживания, особенно в всех регионах, в которых ничего подобного нет. Хотя на Дальнем Востоке у нас Ахары и Судзовские, тех же приблизительно лет, но они немножко по другой трансмиссионной схеме сделаны. Примечательно, что к нам приехали белорусы и украинцы, несчастные украинцы, у которых идет вовсю гражданская война. Они были очень грустные. Они привезли красивую машину. Это такой жилой дом на полноприведном шасси Мана. Сделано из комплектующих голландских, итальянских, европейских. Только трудовые порывы, руки и бизнес-идея украинские. И это такой люкс-вариант выживания вне цивилизации, потому что грузовик, конечно, он заведомо более проходим, чем машина под категорию B. И там душ, ванна, туалет, кровати, телевизоры, письменные столы, ковры. Здорово, дорого, интересно, но по большому счету не про нас. То есть в расчете на то, что Москаль клятый, он настолько андатристый, что придет, конечно, и купит. А вот белорусы, они опять-таки близки мне по духу и пониманию. Ребята засучили рукава и сделали снегоболотоход Пегас. Эта штука, ну, в общем-то, лишенная дизайна. Уродливая, как Сталинградская битва. Ну, кошмарная, как Курская дуга. Но ползает, ездит, шина низкого давления, колесная формула 6х6, и еще прицеп 4х4, и все это активно. И она еще имеет положительную плавучесть. И сделана, самое главное, из чего? Выйду на улицу, гляну на село. Что тут у нас в Белоруссии под ногами валяется? Вот это были обломки МАЗа. Вот это, соответственно, газон 66-й сдох. Так, а это что такое? А, это что-то Зиловское. Ага, отлично. Замечательно. А, вот от Урала еще шестеренка прикатилась. Вот из всего этого оно и сделано. То есть техническая идея, как из конструктора под названием бывший Советский Союз с его автопромом собрать новую технику, реализована в товарном образце. Ползает, ну, невероятно, просто чума, где она ползает. Она еще и плывет, у нее еще... Ну, то есть после брода в метр 120 миллиметров она просто всплывает. И начинает уже сама туда, к следующему берегу, куда надо выплывать и вывозить. При этом она, конечно, может быть модернизирована и под поставку чего-нибудь такого жизненного важного. Ну, там, например, какой-нибудь спаренный пулемет. А можно под что-нибудь прозаическое. Кровать, табурет, стул, кондиционер, телевизор, вертикальный взлет, спутниковая навигация, возможность посмотреть Формулу-1 где-нибудь на болотах, отправившись за морожкой. Два разных подхода. И, опять-таки, с белорусами пообщался, сказал, ребят, будете в Москве, заходите. Потому что сели и сделали без стонов, без криков, без разговоров о том, что нам никто не помогает, мы никому не нужны. Давайте сделаем. А давайте. Взяли и сделали. И там же, например, ходили люди, они ничего не притащили. Это та самая знаменитая фирма Ямал, которая делает ту же технику в основном на наших шасси. Они берут что-то там от Кировца. У них сочлененка очень любопытна. Они иногда берут что-нибудь хитренькое с УАЗиком. И это тоже ОКР полностью наш. Взяли и сделали. Выставка Вездеход. Новости. А еще на этой выставке присутствовали официальные представительства. Это довольно редкая тема, когда вдруг на подобные мероприятия заявляются те, кто у нас что-то более-менее понимает в полном приводе. Не рассчитывайте, что это был какой-нибудь легендарный и всю жизнь созидающий только легенды джип, ничего подобного. У них очень хороший слоган, что-то типа 90 лет делаем легенды. Ну, легенды, может быть, вы и делаете. Но только по русскому бездорожью на вашем джипе, слушайте, не смешите мои тапочки. А туда заявилось на выставку в Крокус Экспо на Вездеход три конторы. Первая, по праву, это Mitsubishi. Вот тут они абсолютно молодцы. Причем, вы помните, возможно, приходил к нам в гости Николай Мазуренков из Блок Моторс. И в Блоке он как раз занимается тем, что тюнингует автомобили для преодоления бездорожья, выезжает на них на суровые испытания. Потом, например, это оборачивается иногда в том числе выставочными образцами. Причем, там вот в Крокусе стоит его боевая машина. Два года тому назад мы как раз на ней и рубились сквозь буерак. Теперь ее чуть-чуть на помаде и чуть подкрасили. Кое-где там подобрали всякие интересные нюансы. Добавили пневмосистему для подкачки, инсталлировав. И причем довольно грамотно, поскольку, с одной стороны, это дает возможность всегда, если стравил давление, очень быстро взять и через ресивер, тем более пых. Нормально все четыре колеса у тебя обретают прежнее давление. Во-вторых, это дает пневмодуделку на крышу. Подкрадываешься к блондинке на хаммере, аккуратно нажимаешь на эту кнопочку и блондинку тихо сдувает с места. Тоже хорошо. И поскольку в ресивер обычный конденсат попадает, то там есть такая специальная кнопка, которая его оттуда удаляет, что тоже производит шум, звук. Иногда даже заметно, как оно работает. Если встать в нужном месте, можно еще и хорошо огрести. Вот эта вот машина, она в исполнении Pajero Sport боевая, проверенная. Там стоит и, в принципе, показывает, как можно интересно поработать по апгрейду автомобиля. Тем более, что Коля Мазуренков, он использует не АРБ, он берет наши аналоги. Это тоже все-таки в зачет. И у Mitsubishi еще там появился L200. А сейчас очень любопытная схема. Mitsubishi притащила в нашу страну. Теперь и отныне, во веки веков, будет продавать L200 с удлиненным кузовом на 18 см. У машины, которую берут для преодоления препятствий, эта геометрия ухудшает. Поэтому те, кто считает, что L200 — это хороший внедорожник, торопитесь, потому что удлиненный задний свет геометрию, конечно, губит. Те, кто считает, что это коммерческая машина и удлинение платформы этого блага, не торопитесь. Сейчас как раз товарные остатки уйдут, и новое отныне будет нормально продаваться. Еще очень любопытной заявкой на внедорожность, на выставке «Вездеход» выглядел стенд Renault. У Renault три настоящих внедорожника, суперджипы. Это джип Renault Colos, Renault Duster и настоящий покоритель асфальта Sander Stepway. У него всего два колеса, но Renault по барабану. Мы сказали, что джип. Знаешь, джип, ты что, не веришь мне? Ты меня что, не уважаешь? Я сказал джип. В натуре джип. А, понял, да, Stepway, конечно. Поэтому я купил себе двухколесный джип. Смотрите, какой крутой. Сейчас еще запасочку на капот прикручу проволокой, и будет совсем все здорово. Ну и хюндешники приехали. Хюндешники, ну да, у них были когда-то полноприводные автомобили Mitsubishi Pajero первого поколения. И даже половинка дальнейшего продолжения этой идеи. Сейчас у них легковые автомобили с полным приводом. Ну, с точки зрения фирмы Hyundai, конечно, это же настоящие внедорожники. А за стеночкой от выставки «Вездеход» с бесплатным входом выставка «Охота и рыбалка» с платным входом. И там тоже есть автомобили. Ну, конечно же, там всякие лендроверы без них никуда. И в этом отношении абсолютно правильно, потому что 110-й Defender – это лучшая машина для охотника. Для настоящего охотника, для человека, который считает необходимым поехать в свои выходные, нормально отдохнуть, кого-нибудь убив, какого-нибудь очень красивого зверя, это же так здорово. Вот ему полагается, собственно, Defender. Потому что в деле сохранения живой природы Defender сделал гораздо больше, чем Greenpeace. Потому что на этом совершенно жутком ящике очень многие охотники не доезжают до места применения своего странного интереса. Они дохнут по дороге. Если человек закладывается на дальнее плечо и едет на 110-м Defender, то обычно он уже почти готов к инвалидности на той точке, куда приехал поохотиться. Здесь почти на равных. То есть он, скорее, уже пьет с горе и пытается выправить себе спину, что-то сделать с позвоночником. Ему уже не до убийства, потому что он сам полумертвый. А потом еще нужно обратно вернуться. Вот возвращаешься на Defender обратно. Все. Вот замечательно. И природу спас, и сам получил по заслугам. Потому что за манеру охотиться на беззащитных, в принципе, Defender в качестве профилактики это правильно. Можно было бы принимать более серьезные репрессивные меры. Ну, зачем? В конце концов, у нас очень многие охотники кончают жизнь самострелом, потому что навык обращения с оружием у них невеликий. Ребята такие хорошие, молодцы. Флаг вам в руку. Но на выставке «Охота и рыбалка» была 70-я серия Toyota Land Cruiser. Новенькая. Вот она. Причем уже, если надо, в охотничьей рыболовецком обвесе. Со всякими тоже силовыми элементами в конструкцию. И эти машины по сей пору производятся. К нам они всегда завозятся очень окольными путями. Стоят они прям совсем как легенда. Toyota управляя мечтой. Но они есть. И довольно часто 70-ю серию, тяжелую 70-ю серию, к нам притаскивают в той разновидности, где у нее всего лишь две двери и лавки для покойников по всему салону. Причем такие длинные, поэтому покойников можно нога к ногам, голова к голове раскладывать. То есть вдоль салона. А здесь нормальная версия. Пятидверка с человеческим салоном, с возможностью там как-то существовать. Это тоже довольно позитивно. И опять-таки это является частной инициативой тех людей, которые понимают, что в бездорожье, в отличие от нашего государства. Программа «Экипаж» с Сергеем Асланяным. Ну вот вы наконец-то и дождались. Давайте теперь узнаем, что же вас интересует, кроме внедорожников. Сейчас я найду, где у меня пульт. Вот, я его нашел. Юрий, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Юрий. Что у вас за несчастье случилось в жизни? Жалуйтесь. Да, наоборот. Я хотел бы поделиться с вами, с радиослушателями, своей судебной тяжбой с дорожными службами, которые у нас же дороги эксплуатируют. В принципе, можно сказать, как раз по теме бездорожья. Где вы нашли бездорожье? На Красной площади или чуть дальше отъехали? Чуть дальше отъехал. Славный город Тамбов. Там имел честь весной прошлого года оказаться. И попал в яму, ну, как потом уже замерили гаичники, то есть там примерно размером 120 сантиметров в длину, 60 в глубину, мне где-то столько же в ширину. Ну, то есть... 60 в глубину вру, 20 в глубину или там, ну, вот такого порядка. Ну, не по ГОСТу. По ГОСТу она должна быть меньше. Не по ГОСТу, да. Абсолютно не по ГОСТу. Попал. Само обидно было, что прямо только до этого, предыдущий день сделал шиномонтаж, одел новую летнюю резину. Резина с клочья, там, спустила за секунду. Смотрю, рядом стоит мой, такой же, сказать, сосед. У него два колеса по одной стороне, да. Вот так с ним пошутили. Ну, меняю колесо. Как-то меня вся эта ситуация немножко поднадоела. Думаю, ну, там по закону же это как ДТП считается или там. Ну, в общем, надо вызывать ГАИ, там, и все оформлять. Я вызываю ГАИ, все оформили, все документы получил. Нашел знакомого адвоката. Все это ему, так сказать, дело передал. Единственное, что сделал, он там мне позвонил. Приехал эксперт. Снял ущерб. Вот. Ну, потом адвокат со всеми этими делами отправился в суд. То есть там получалось общее исковое требование в размере, там, 35 тысяч. Включая, там, судебные сдержки, работа адвоката. Ну, и плюс, там, замена колеса, рулевой наконечник, подшипник ступицы. Юрий, а на какой машине вы вляпались в эту историю? Opel Astra H. Так. Вот. Ну, там, соответственно, конечно, пришлось за свой счет сначала все это сделать. Адвоката отдал. Ну, вот, думаю, надо уже довести дело, доказать, как бы, даже, может, нисколько из-за денег, просто из принципа. Все там подали в суд. А как вам удалось установить ответчика? Ведь дороги же у нас бесхозные в стране. Да, вот это совершенно верно. Этим как бы занимался адвокат. То есть там вот в городе оказалось, что есть, да, на самом деле несколько организаций, которые эксплуатируют дороги. Он в каждой из них сделал запрос на, ну, указал участок, на котором было. И все-таки нашел, как ни странно. И все-таки нашел, да. А адвокат был местный, тамбовский или московский? Да, тамбовский. Это очень правильный ход, так. И? Вот. И, ну, на самом деле там судебный процесс длился долго. С учетом того, что там что-то судья то болел, то в отпуске, то не знаю что. Потом судью поменяли. И вот уже второй, там буквально за месяц провел два заседания. Ответчики даже не оспаривали там ни сумму, ничего вообще. Пришли на все заседания, совсем согласились. Получили. Ну, в общем, в полной мере мой иск как бы удовлетворили. Сейчас вот ожидаю. Там должны в ближайшие дни, я там указал свои реквизиты, на счет денежки мне перечислить. То есть, как бы, для всех, кто попадает в такие ситуации, все-таки есть, как бы, рецепт. Если там есть желание побороться, то шансы есть, скажем так. Странно, что у кого-то это желание не возникает. И абсолютно правильно, Юрий. И большое вам спасибо за эту победу. Потому что, во-первых, вы доказали, что победа возможна. Во-вторых, вас не остановила, ну, что называется, мизерность иска. 35 тысяч для москаля Клятова. Это те деньги, которые у него обычно уходят на завтрак с икрой. И, тем не менее, вы Стамбовских стрясли, потому что это борьба за справедливость. И это абсолютно правильно. И, кстати, Юрий, скажите, они дырку сразу заделали, и она до сих пор там мемориалом торчит. Вы не знаете? О, вот этого даже не скажу. По-моему, вроде ребята говорили, что что-то там заделали. Но даже, как бы, пока я там стоял, с Гаишников ждал, они там все мирили. Еще несколько человек попало в эту яму. И я как-то с каким-то мужиком разговаривал, который там по соседству живет, там частный домик у него. Он говорит, да тут каждый день, говорит, человек по пять таких, как ты. Я думаю, ну, беспредел. Потом, когда Гаиши все оформляли, мне даже Гаишники там руку жали, говорят, молодец. Если бы таких вот, как ты, был больше, глядишь, там, дороги бы стали делать. А мы, Гаишники, в это самое время стояли возле этой самой дырки, видели, как все остальные гробятся. И вместо того, чтобы по закону о полиции предупредить их, мы ждем, когда приедет из Москвы еще один клятый Москаль Юра на Астре-Аш и сделает всю нашу работу. Молодцы. Чисто Гаишный, чисто государственный подход. С вами согласен целиком. В этом отношении вы абсолютно молодец. Юрий, вам большое спасибо за эту победу. За факт боя и за победу. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. В общем, вопрос у меня следующий. В данный момент владею автомобилем Honda Accord 2009 года, 2.4 двигатель. Ну и вот, собственно, мне кажется, подошло время задуматься о смене. Почему? А что вас подтолкнуло к этой мысли? Ну, я, наверное, еще молодой. Потому что, по идее, машина доставляет только положительные эмоции. Вы не хотите состариться в обнимку с Accord? Понятно. Да. 911-й Porsche вы уже присмотрели себе? Вот нет. Не настолько безрассуден. И, наверное, я не столько зарабатываю. К сожалению. Присмотрел на выбор вот три варианта. Это новый Accord 2.4. Или на вторичном рынке взять там двух-трех годовалый E-класс 212 Mercedes. E200 или E300 или BMW 5-ю серию 500. Алексей, как эклектично. Если старости боитесь, все равно новую машину. Но тогда просто не Accord. Еще пара слов Алексею, который настолько молод, что не хочет состариться за рулем Accord, поэтому хочет поменять Accord на Accord, чтобы состариться за рулем другого Accord. Либо пересесть на буржуазную машину Mercedes, либо на буржуазный BMW. Mercedes и BMW будут, что называется, укладными. С ними будут проблемы. Машина, которой 2-3 года, а вы хотите именно такую, это подстава. Вы в нее вляпаетесь, потому что обманывать вас будут профессионалы. Поэтому лучше всего искать машину на первичном рынке. Либо вы ищите себе E-ку со стока, которую не смогли продать в 2012 году, не смогли продать в 2013 году и пытаются продать в 2014 году. Потому что, конечно, нынешняя E-ка, она там 1600, наверное, дороже нового Accord. И эта разница в пару Жигулей, она серьезно нервирует. Поищите, посмотрите. И если не получится, тогда так уж и быть. Состарьтесь за рулем Accord. BMW, тем более на вот этом вторичном рынке, BMW там 2-3 лет, это, скорее всего, будет какая-нибудь машина с теми знаменитыми проблемами, по которым BMW обязательств не несет. Когда она кидает клиента, откровенно делает ему подлости. И в нашей стране, как вы помните, по гарантийным вопросам, посылает как можно стремительно, дальше и решительно. Если она будет, тем более, калининградская, то, скорее всего, с ней будет очень много чего не так. И вы получите весь этот букет для того, чтобы доложить разницу в 500-600 тысяч между тем, что купили, и тем, что хотелось бы, но не моглось. Да, кстати, для тех, кто вдруг не знает, но уже дозвонился. 65-10-9-9-6. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Огромное спасибо вам за передачу. Спасибо вам. Хотел бы задать вот такой вам вопрос. Подскажите, пожалуйста, мучаюсь выбором нового автомобиля, то есть интересует Outlander, в принципе, на чем остановился. Ну, страшная машина с виду, но достаточно функциональная. Это же плюс. Ее же никто не угонит. Это действительно очень неплохо. Единственное, что я совсем не понимаю, это выбор либо вариатора, либо коробки-автомат. Ну, коробка-автомат сразу. Минус, что она идет на крупнолитровой. Да, только на 3.0 у вас вариантов нет. А вариатор, ну, соответственно, 2.4. То есть более бюджетно для меня, конечно, двухлитровая машина. Но боюсь вариатора. Подскажите, действительно, стоит ли бояться или уже технологии все-таки достаточно совершенны, и этот вид трансмиссии, ну, прослужит, по крайней мере, несколько лет? Ну, Владимир, почему работает вариатор, я до сих пор понять не могу. Поскольку я его очень хорошо знаю, многократно видел, собирал, разбирал, я так и не понял, как эта штука работает. Почему он не ломается в первые же 3 секунды? Для меня это большая загадка. Видимо, что-то волшебное все-таки в нем есть. Но вариатор, если вы собираетесь использовать свой автомобиль только по городу, это просто легковая машина с достаточно крупным ящиком сзади, тогда, неважно, пусть вариатор. Если немножечко бездорожье, тогда автомат. Ну, в принципе, 90% движения – это город. Город, пробки. То есть очень удобно то, что бесступенчатая трансмиссия плавно передвигается, расход топлива тоже более-менее хороший, то есть 10-11 литров в среднем. Вот видите, какой вы оптимист. Вы оптимист, потому что многие падают в обморок и говорят, как? Я думаю, что будет 0,3-0,7, ну, в крайнем случае, 1,2, как мы с пузырем обычно на троих соображаем. А тут 12! Ай, какой кошмар! Я бы лучше столько выпил. Для меня, кажется, это нормальный расход топлива. Единственное, вот если все-таки я охотник, но охотник не такой, который залазит в любую грязь, но, в принципе, километр-другой пройти по грязи тоже приходится. Справится ли данная машина, ну, я имею в виду по высоте клиренса, своей формуле 4х4, или же все-таки грязь лучше даже в самую незначительную не лезть? Если вы охотник по тарелочкам в Бисерово, то она туда доедет. В том числе. Если вы охотник по живому, что сразу тихо портит ваш светлый образ в моих глазах, то для преодоления препятствий автомат, он хоть на что-то способен, а вариатор со всеми своими остальными потрохами, он начнет быстро перегреваться и скажет, что все, спасибо, я приехал. Тогда вы спасете живую природу сами, то есть не попадете ни в кого. Кстати, объясните, Владимир, а в чем прелесть охоты? Вот охоты по живому? Ну, охота по живому, в принципе, цель такой убить животного не стоит. Это больше отдых на природе. Ружье это как, ну, палка, на которую ты опираешься. То есть живое убивать, ну, желания большого тоже нет. А приходилось? В принципе, да, на утиной охоте было. А вы в курсе, что этот вид животных парами живет? Если бы убили одного, то второй овдовел. Да, естественно. То есть это под присмотром егеря было, поэтому надеюсь, что я большого урона не нанес природе. Нет, почему? Если вы попали, вы нанесли, причем непоправимый. Ну, это было все равно именно в разрешенное время для охоты и только теми средствами, которые также были разрешены. А вы не пытались, Владимир, съездить, например, поохотиться на более знатную дичь, на ичкирийского волка? Честно говоря, нет. У ичкирийского волка, что хорошо, у него подствольник есть, и он может вам сдачи дать. Вы на него вылазите со своим, а он вылазит со своим, потому что у него как минимум калаш, 7,62 на 39, и возможность всерьез поохотиться на вас. Вот тут вы на равных, вы по-живому, и он по-живому. Сейчас, правда, там охота сейчас в основном такая, знаете, лесная, и довольно много охотничьих угодий переместились, чисто географически, там, соседний Дагестан, там вот сейчас по Махачкале интересные бывают, загонные охоты, когда там СОБР приезжает или ФСБ приезжает, ну и хорошая загонная охота, они обкладывают дичь, дичь, естественно, тоже дает возможность поупражняться обеим сторонам, ну там пара БТРов, обычно минно-взрывные работы, вот в таких не хотите принять участие? Там вы будете честным героем, может быть, даже посмертно. Ну, к сожалению, не хочу, или к счастью. Жалко, потому что тут бы вам воздалось при жизни, это очень немаловажно. Андрей, здравствуйте. Алло, добрый день, сегодня вечер. Сергей, во-первых, как обычно, как и все, наверное, слушайте, хочу вас... Спасибо. ...вократить на передачу, действительно, очень интересную. Перейдем к делу. Значит, вопрос у меня следующего характера. Работаю в такси, работаю на Тойоте, на Кампе. Ух ты. Ну, поработаю на себя, и, в общем-то, сейчас подыскиваю вариант такого же класса автомобиля. Но есть ряд параметров, которые мне необходимо, как бы, учесть. Это, во-первых, не ДСГ, ни в коем случае. Соответственно, нормальный либо седан для класса, в лучшем случае, конечно, универсал. А скажите, Андрей, Д более прибыльно, по вашему опыту? Да, да, более прибыльно, потому что, в общем-то, это немножко другие... Во-первых, шире сектора непосредственно, скажем так, клиентов, в общем-то... А клиент идет по предварительному заказу, вы его не с тротуара подбираете? Конечно, конечно. Через диспетчерскую, ну, либо через свою клиентуру. Опять же, у меня своя клиентура наработана уже достаточно такая, ну, скажем так, респектабельная. В общем, хотел бы, так сказать, не понижать класс автомобиля, и, соответственно... Да, вот это серьезная проблема, на самом деле, потому что Логан здесь уже не получится никаким боком. Конечно. Ну, знаете, мне Камри очень понравилась машинка, в общем-то. Единственное, что мне не нравится, вот в последнем кузове, это ее слабое, вообще, лакокрасочное покрытие, крайне безопасное, в общем. И плюс ко всему еще, значит, межсердостный интервал всего 10 тысяч. Ну, это, кстати, разумно, особенно в такси, потому что хотим мы того или нет, но масло, которое живет 15 тысяч, до сих пор не изобрели. Ну, в общем, да. Надо менять каждые 10 тысяч, даже если вам гарантируют, что это на весь срок службы агрегата. А Камри, вы же помните, где она собирается? Ну, в общем, да. Настоящее санкт-петербургское качество. Поэтому то, что она покрашена... Скажите, спасибо, что она просто не как кастрюля до вас дошла. А выбор у вас между чем и чем? Простите, что перебиваю. Ну, я смотрел вообще Тиану. Ну, такая, скажем, непростенькая комплектация, чуть получше, там, желательно, с кожей, с ружей. Коробка летом подведет. Они убрали оттуда контур, убрали радиатор, и поэтому она у вас, как только на улице будет жарко, она тут же перегреется, у вас накроется медным тазом вариатор. Понятненько. И, в общем-то, очень мне нравится Суперб, но, к сожалению, у ДСГ и турбина, в общем-то, как-то они уже сразу мне... Либо механика. Ну, механика, но а турбина? Турбина, в общем-то, неживучая. Турбина там не то, чтобы совсем неживучая. Вот ДСГ неживучая на 100%, а турбина 50 на 50. По 150 тысяч турбина у них выхаживает. Ну, или бы Форт Мандео до понедельника.